Детство, понимаешь? Вот это украденное детство. Сначала маски, потом перчатки, и вот теперь двойным забором, где-то даже тройным, и высота его больше двух метров. Вот такие вот скрутки, все заварено. Кто поменьше, насквозь проходит, перелазит через эти ограждения. Ну вот это вообще шедевр. Название такого монумента, как минимум, детство за решеткой. Вам не страшно за детство ваших детей? Приучают жить детей за решеткой, пока снаружи. И что, вот такое детство для наших детей всех приготовлено? Хочешь детство, полезай за колючую проволоку, потому что ХМАУ уже начали отдавать школы под обсерваторы. Фиг его перелезешь, вот такой детский сад. Счастливое детство за решеткой. Детство, понимаешь? Вот это украденное детство. И высота его больше двух метров. Всем привет! Вчера на глаза попалась вот такая фотография. Ну, как видим, да, детская площадка, огороженная двойным забором, где-то даже тройным. И высота его больше двух метров. Народ подсказал, что данный монумент, даже не знаю, как его назвать, детство за решеткой, находится в парке энергетиков. А также народ прислал фотографии из парка за Саймой, в которой все входы перегорожены, даже заварены вот такими решетками. Где-то заварены, где-то прикручены арматуры. Вот такие вот скрутки. Все угорожено. Все заварено. Все входы и выходы. Ну, как оказалось, народ, кто поменьше, насквозь проходит. Кто побольше, и с колясками, и с велосипедами, просто перелазит через эти ограждения. Ну, вот это вообще шедевр. Я решил съездить и заснял на видео этот монумент. Как оказалось, он там не один, их там целых два таких монумента. Ну, и вчера я написал пост, называется «Замаскированное детство за решеткой» или «Как всех медленно варят, как лягушек». Лягушку можно сварить только в холодной воде, медленно повышая температуру, иначе она выпрыгнет. То же самое делают сейчас со всем миром. Сначала маски, потом перчатки, и вот теперь на фото. Заграждение и ограждение парков и детских площадок города Сургут. Входы в парки и выходы заварили и закрутили арматуры с железными ограждениями. Детские площадки во дворе оградили красными лентами, но самое зрелищное ограждение изваяли в парке энергетиков вокруг детской площадки. Название такого монумента как минимум «Детство за решеткой». Все идет по плану, и только глупец не видит этого. Закрывает города, перекрывает дороги, помещает всех в обсерваторы и так далее. И конца этому плану не видно. Уже больше двух месяцев весь мир, ну двух месяцев это у нас в стране, а весь мир уже больше полугода. Весь мир варят и убеждают, что это было последнее продление ограничений прав и свобод. Напрашивается вопрос, вам не страшно за детство ваших детей? Ведь их в детстве, в отличие от нашего, навсегда останутся все эти маски, решетки. И самое главное, страх, который нам навязывают и приучают жить детей за решеткой, пока снаружи. То есть возвели шикарную детскую площадку и закрыли ее решеткой двухметровой. Там же, там даже не два, там вот здесь вот два с половиной метра. Нечто подобное я нашел в интернете. Это 2018 год, город Омск. Возвели частную детскую площадку, но молодежь там, подростки, то есть хулиганы, постоянно заходили и все ломали. И на общем собрании они приняли решение сделать колючую проволоку. Но это два года назад, тогда не было коронакризиса. А здесь два с половиной метра, да еще, ну вот реально колючей проволоки только не хватает. Ну и пару охранников с автоматом. Хотя все прекрасно понимают, что дети насквозь проходят данные ограждения. Голова пролазит, значит все тело пройдет. Все это знают из детства. Так вот в Омске вот так вот решили проблему. И сразу после этого прекратили все всякий вандализм. И что, вот такое детство для наших детей всех приготовлено? Хочешь детство, полезай за колючую проволоку. Ну и вспомнились разные методы, как нас потихонечку приучали вообще к решеткам. Специально манеж делают в виде решетки. Детские площадки ограждают решетками, замками. Ну вот колючей проволоки не хватает только. Это вот рядом с моим домом детский сад фестивальный. Он сейчас под ремонтом. То есть его планируют в августе, через месяц сдать. Он уже почти отремонтирован. Ну я предполагаю, что его отдадут под обсерватор. Потому что в ХМАУ уже начали отдавать школы под обсерваторы. Я это предсказывал давно, что все университеты, все школы, все детские сады будут рано или поздно отданы под обсерваторы. Вот такой забор, тоже 2,5 метра. Фиг его перелезешь, потому что нет опоры вот здесь вот. И добавленные пики. Вот такой детский сад. Полтора года назад, когда я находился в психушке, 62 дня незаконно, На тот момент во взрослом отделении происходил ремонт и всех взрослых перевезли в детское отделение, в детское ПНД. Снаружи это выглядит как обыкновенный детский сад. Там даже эти, ну тоже детские площадки там, горки, качели. И все обнесено, ну примерно вот таким же забором, чтобы не сбежали. А это лицей в милиции в 25-м микроавене. Тоже высокий забор и те же самые пики. Тоже, наверное, чтобы дети не сбежали, кадеты. Ну и я решил съездить в парк энергетиков. Он находится прямо в центре города. Первый монумент я нашел вот здесь вот, второй вот здесь. Смотрим видео. Можно меня заснять на фоне? Я покажу какой-то, какой рост. Нормально, да, у вас? Правильно, да? Осторожно, спинаем. А сейчас вы не делаете. Трехметровый, идите. Да. Трехметровый, идите. Счастливое детство за решеткой. Да дело не в этом. Дело в том, что детство, понимаешь, вот это украденное детство. Ты помнишь, чтобы у тебя в детстве что-то вот так вот было с забором двухметровым, максимум полтора метра. Даже в округ забора не было. Еще в гараже были, на которых... Вот такая высота. Два метра на... Это просто взрослых, да? А вот тут уже пики есть. Тут уже много наполняется. Уже накололика вот. Это вот такое детство. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА